Бум-бум! Работает? Отличнее будет! Как-как-как? Как без картинок? Вы что? Вы что без картинок? Я в школе учился по учебнику без картинок. Сейчас с ума сошел. С тех пор только картинки. Почему? Когда я была в школу? Ты ужасающая. Сейчас посмотрим. Только картинки. Мы нашли без картинок. Только картинки должны. Так. Что-то смотришь? Что-то смотришь? Ага. Так. Мне кажется, надо убрать волшебную бумажку. Нет? Нет. Ай, хорошо. Это заповедь четвертого технологии. Он отключил картинки и не даст нам показывать. А может он выйти в IT что-нибудь? Нет? Нет. 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 На самом деле, если, так сказать, взять за основу Читововичского, Георгия Петровича, то мышление, коммуникация и деятельность. Я вам буду утверждать, в том числе, ну не в сегодняшнем докладе, но в своей концепции я утверждаю, что весь институт реальный мир – это технологизация деятельности. А мы с вами входим в технологизацию мышления, технологизацию коммуникации. Поэтому сегодня столько технологий взаимодействия с сознанием. где и столько технологий взаимодействия с человеком, что, ну, понимаете, я задаю очень простой вопрос людям, которые сейчас на некоторых верхах и справляются с атомной подводной лодкой. Я задаю простой вопрос. Скажите, пожалуйста, а то на подводной лодке – это сложная структура? Да, вы что? Миллионы компонентов из важной физики и т.д. Скажите, пожалуйста, а человек, который смог помыслить о томную подводную лодку и помыслить в способе его производства, он сложнее, чем эта лодка? Да, гораздо сложнее. Нет. Я сначала отвечаю, ну как, проще. Он же ходит в штанах, ездит на троллейбусе, ну так, хорошо, на машине. Я говорю, то есть у вас простой может проразить больно сложнее? Говорит, ну хорошо, тогда сложнее. Я говорю, скажите, а человек, который управляет этим человеком, ну то есть стратегия его компании создает ресурсы, он должен ислопеть этого человека. Да, ну после чего мы обычно больше не общаемся, потому что он говорит, ну ладно, я поехал на своем лекусе, все, у меня не готовится. Дела. Да, поэтому на самом деле, да, вот когда Павел сказал, что что, негатив шансов у нас, да? Несут второй компьютер. Окей. А про технологизацию нужны? Да. Вот видите, так, кандидки анонсировали, а их не будет. Сука, ну это же супер. Это на самом деле хороший показатель вообще нового будущего, потому что все, что запланировано, этого не будет. Поэтому я сейчас на самом деле, мне с одной стороны начинается с Павлом общаться, а с другой, с другой, я сейчас готов с к этому моменту думать, все, это наш последний с Павлом общение. Почему? Ну после того, что я сейчас наговорил, он меня больше не пригласит. Пригласит, пригласит. Да. Во-вторых... Я сейчас Сергей для промышленности про специальность расскажу. А я сейчас вам расскажу не про одну специальность, потому что я буду утверждать, что вот будет замечательное собрание там через день, кто будет про управление квалификациями говорить. Если вот эту... Ну сейчас вот так немножко... Провоцирую аудиторию, да что? Так, любая специальность, которую сейчас люди запланируют, через несколько лет будет не нужно. Поэтому, так сказать, с удовольствием. Итак, у нас появились картинки, и у меня появилась возможность их вам попоказывать. Я их так не буду делать. Окей. Образование для новой индустриализации. Это была задача Павла... Я знал, что я не справлюсь. Я, скорее всего, не справился, но тем не менее. Шестой техноуклад... Когда говорят новую индустриализацию. Для меня это шестой техноуклад. Для того, чтобы долго не обстоять, у меня есть очень короткая трёхочетовая лекция, где тезисы шестого техноуклада есть. Чтобы её не рассказывать, для меня это сетевое информационное общество. И всё. То есть я не буду говорить про другие технологии, которые в нём. Сетевое информационное общество. Поэтому всё, что я дальше буду говорить, относится к чему-то. Между всех опров, обычно я выгляжу так, и кроме компании Астаросад, которые меня представили, я научно уговорил институт семантик систем, который сам сделал. Семантик систем – моя разработка. И сейчас частично я про это буду рассказывать. Следующее. Окей. Итак, новая индустриализация. Мне сразу там кто? Где рабочий? Где нынджер? Какая у них профессия? Какой у них молоток в руке? Какая у них зарплата? Что он там производит? Точит, паяет, пилит или нано манипулирует? Соответственно, какие конкурентные преимущества? То есть, я обычно убиваю всех своих партнеров одним вопросом. Когда мы планируем это, это, это. Скажи мне только одно объяснение. Почему эти пять лет, что ты все это планируешь, твои конкуренты находятся в КООМе или еще где? Почему они не сделали шесть раз лучше тебя? Ну, неважно. То есть, в принципе, вот так должен был построен быть мой рассказ. Можно следующим? Я, к сожалению, ну и к счастью, по одному из базовых образований в английском. Поэтому, если я что-то не понимаю, дальше разговаривать не могу. Поэтому, я прошу прощения, что на английском не все успел перевести. По латыни индустрии не имеет никакого отношения к производству тяжелого машиностроения. Ну, просто никакого. Индастрия по-английски это предприимчивый человек. На самом деле, это целенаправленная деятельность. Ничего более. Ничего более. Нужно следующее. Поэтому, когда я для себя взял новую индустриализацию, для меня новая всеобщая предприимчивость. Что мы с вами собираемся предпринимать, чтобы нам было все еще хорошо. И позволил себе вот такое, к сожалению, не короткое, что это системная, массовая, распроизводимая, длинноправная деятельность, позволяющая экономично удовлетворять свою совокупность нужд общества на протяжении десятков, желательно сотен лет, как у китайцев. Потому что, ну, тупо создавать новую индустриализацию, которая через два года никому будет не нужна. Поэтому предполагаем, что мы новую предприимчивость сделать. Поэтому я не знаю, огорчу я Павла или нет, но про промышленное производство, про машиностроение, электрификацию говорить не буду совсем. Потому что для меня это не имеет никакого смысла. Окей, следующая история. Скажу об этом и сразу скажу, что больше я к этому не вернусь. Но нужно было что-то сказать. Для меня это будет массовое проектирование, массовое прототипирование, массовое конструирование, массовое малосерийное производство, а не малое количество, много серийных, длинно-серийных производств. НГС, масса кастомизация или более по-русски массовая пермификация. Чего угодно, знания, услуг, продуктов, чего угодно. Все, это я закончил, вот так будет выглядеть. Эта история переходит на чему, что у нас следующее. Оу! Поскольку у меня крайне малый рынок, для меня 40 минут, это обычно я только представиться успеваю за 40 минут. О чем можно говорить? Ну, об аксиологии, о системе центра. Поэтому для меня аксиология индустриального образования это железная дорога. Есть точка старта, абсолютно зафиксирована точка финиша, ни одного поворота, и главное, кто быстрее по этой штуке проехал. Можно следующее. То есть вариативности нет, сплошное однообразие, разумно-цистемного создателя, то есть ни один участник железной дороги, ни пассажир, ни ЧК, никто не имеет права повернуть. Тот, кто создал дорогу, гарантировал, что найдет правильное управление. Предопределенность и узкоспециализированное развитие. Вдоль железной дороги у вас все шикарно, чуть-чуть в сторону, все ссорит до свидания. Соответственно, за быстрое достижение цели и дешевая экспансия. В направлении железной дороги вы можете дешево ехать сколько хотите. Проджер. Если цели неизвестны или меняются, то катастрофа всей системы. Ну вам какие-то, знаете, нельзя там 6 километров влево? Нельзя. Мы это ни по тягам, ни по деньгам, ни по времени, грубо говоря. Соответственно, сверх дорогие смены курса. Попробуйте-ка тут поменять курс особенно раз месяц. И энтропия. Почему? Потому что в каждую точку вы строите свою железную дорогу. Через это время у вас уже, там, не знаю, 15 факультетов в университете, 60 кафедр, 6 миллионов студентов и их все еще не хватает. И их не хватает, не хватает, не хватает, не хватает. Это аксиология вообще индустриального общества. Можно следующее? Соответственно, сетевое информационное. Ландшафт какой угодно. Большое количество путей достижения одной и той же точки. Можно следующее? Да? Постоянная вероятность, многообразие, мультиразумная система. Ну и так далее. Что из-за низкой стоимости постоянной адаптации. То есть в обществе, где у вас все меняется, это самый дешевый способ быстро адаптироваться. Бесцелевая стратегия развития. Вот что я сейчас буду делать. Я не знаю, чего вы мягкие услышите. Поэтому я много-много чего раз расскажу, надеясь, что это бесцелевая стратегия заботы. Да? Вот. Конечно же, это социально достаточно будет больно, потому что гибель убежищ произойдет, гибель идеологии линейного мышления, а мы живем сейчас исключительно линейного мышления, и кризис линейной инфраструктуры, потому что инфраструктура заточена под линейное мышление. Следующее, если нужно. Вот, и в принципе, для меня, я взял, знаете, вот как вам не нравится образование, я очень долго искал слово, ну, ученик это последнее, потому что агент образования, что не скажешь, что все какое-то военное получается. Поэтому там ученик, да? Это человек, у которого встава одна матрица. Да? Все будет прямо, и только садись и ехать в конечную остановку. Следующее. Да, и естественно, понятно, что последнее убежище линейного мира, это стало высшее образование в том числе. Сел и поехал. И вдоль этой дороги и инфраструктура, и преподаватели, и студенты, и по индустрии. Там потому так много, что больше линейного мира нет, и все, кто его так любят, все там. Там хорошо. Там ничего не меняется. Следующее, если можно. Соответственно, у ученика сетевого информационного сообщества он уже знает, что прямых практически не существует. Он готов к тому, что этот мир точно состоит не из прямых. Можно совершить? Поэтому, фактически, одна из первых вещей, которые, я все-таки больше отвечаю, какие качества должны быть у человека выходящего, для меня первое – это психологическая устройство чрезвычки неопределенности. А формируется она не просто психологическими тренировками, это то, что можно делать, да? Но с оснащением человека инструментами работы с неопределенностью. Это действия в условиях избытка и недостатка информации. Когда я сегодня общаюсь с топ-менеджментом крупной корпорацией, которые, поймите мне, студенты в сравнении с ними монстры в понимании, что происходит в мире, и говорю, в девяностое первом году меня супруга устроилась на международную компанию, и ей поставили на стол компьютер с огромным жестким диском в 1 мегабайт. Недавно я купил себе для бытовых целей киноснают компьютер с жестким диском в 500 гигабайт. Я говорю, какая разница? Некоторые стоп-менеджеры подсчитывали 500 тысяч раз. Я говорю, правильно ли я понимаю, что в 500 тысяч раз возросла объем информации, которую я пользуюсь? Скажите, как изменились ваши способы обменять решения? Ну как? У нас 100 рублей дороже за это время. Сильно. То есть даже не осознаемся, какое количество порядков раз возросла объем информации. В том числе, я прошу прощения, и система образования пока себе в этом не признается. Просто, еще сказать, это абсолютно простой объективный, не эмоциональный факт. Соответственно, методики переработки информации, методики выбора, методики верификации. Я пишу целостности, потому что для меня в ситуации избыточности и многообразия целостность, способность удерживать целостность проекта, целостность личности, целостность коллектива один из таких главных показателей выживания, скажем так. Методы принятия решения, потому что у вас в ситуации многообразия сплошные принятия решения. Если вы к этому не готовы, естественно, вы психологически не выдерживаете ситуацию неопрекратно. Ну, соответственно, тут уже менее важно, тем не менее, переключение с задачи на задачу. И последнее, вот я сейчас заканчиваю писать курс по экономике, а если я позволяю писать курсы, вот, как лингвист я просто объясняю, что это пропорции внутри целостности. Номос означает обычно пропорции распределения, эко-целостность. Экономика, как я знаю, это не баблое проценты, а это пропорции внутри целостности. И на самом деле, если вы экономику понимаете, то в ситуации неопределенности вы сильно вооружены. А вот если баблое проценты и так далее, какая там экономика, не Даниил. Окей, следующее, если можно. Ну, безусловно, еще один важный вопрос, который стоит не только для образования, для всех. Мост больше не черный ящик. Как скажете, я, так сказать, не смею как бы возражать, но тем не менее, ну, простые вещи. Когда я спрашиваю, скажите, пожалуйста, там вот, я беру там, я знаю, листок и говорю, можно я в ваш компьютер его засуну? Он говорит, все-таки смеетесь? Ввод, вывод. У меня USB 2.0 или там 3.0. Куда же вы бумажки суете? Я говорю, простите, от того человека, которому сейчас впихиваете знания. Я говорю, какой ввод, вывод? Какой? Какой я захочу? Я говорю, ну, извините, если бы вводили или выводили по-другому, возможно, это была 10-кратная и 20-кратная скорость ввода. Да? То есть, какие у него ведущие чувства на вход, какие на выход. Какова у него строя когнитивная стратегия, то есть способ переработки информации, не зависящий от него, да? Во многом или унаследованный, или в том числе, полученный в результате его социального развития. Какие у него типы мышления? Какова скорость передачи данных? И т.д. Сегодня все это очень известно и технологизируемо, системы образования, даже, как мы там ссылаемся на запад, практически массово не используют. Следующее, если нужно, а вы в обратную сторону пришли, я знаю. Значит, вторая часть для меня очень важная, повышение, повышенные коммуникативные качества. В сетевом обществе коммуникация это все. У вас может быть как угодно плохо с отдельными узлами, но от количества, качества коммуникации, количества связи между узлами, вы знаете, что сеть там минимум в квадратичной зависимости, а то и без потенциальной, качество ее зависит от коммуникации. Можно следующее. Чем хороша сеть, любая дырка, любая ошибка, в принятии решения, в технологиях знаниях, вы ее можете найти, если у вас достаточно качественной коммуникации. Вы можете найти, каких знаний у вас нет в компании, вы можете найти, каких знаний у вас нет или есть в университете, если у вас есть коммуникация. Если можно, следующее сказать. Это не тема моего сегодняшнего рассказа, но я буду утверждать, что русская цивилизация отличается генетическим дефицитом коммуникативности. И в индустриальном мире, где должно было быть линейное промышленное производство, это было катастрофически. Недостаточная нехватка. Поэтому, возможно, в том числе тоталитарный строй был одним из способов компенсировать недостаток коммуникативности. Вер 2.0, Вер 3.0 впервые нам позволяет восстановить этот недостаток личных коммуникаций и коллективных коммуникаций. Поэтому это вообще для нашей всей экономики и бизнеса хорошо. Ну а для образования просто, ну просто, смотри, доктор прописал это сам. Ирина, я все еще тоже рассказывал? Да, да. Да? Нормально? Я не отклонился. Чего тут я знаю? Все не объявлено. Я ничего не знаю. Я у вас спрашиваю. А следующее можно? Следующая для меня, как бы, важная вещь, это вернуть целостность образования. Потому что вот, когда в том числе Павел рассказывал, что эду это образование, на самом деле там эдукары, да? И вот это вот туцеры, как в обледруке, как у графа, который звали Дьюком, например, на самом деле это вести, это путь. Это, как обычно бывает у европейцев, линия между двумя точками. В русском языке мы не взяли это слово. Образование, образ, это целостное понятие. Но мы ушли от целостного образования человека. Да? Мы ушли. Так вот, опять же, можно следующую историю. Не буду здесь как бы рассказывать, но смысл в том, что у человека есть три типа сложности. Когнитивная, социоконекционная и поведенческая деятельность. Вопрос стоит в том, что фактически, особенно высшая школа, исключительно на когнитивной сложности сконцентрировалась. Фактически отсекая две другие типы сложности. Можно следующее? И здесь смысл в том, что, ну, просто показывая, увеличивая сложности, если вы, так сказать, один из углов треугольника, который совершенно задрали вверх, можно следующее? То на самом деле, площадь этого треугольника не сильно превышает треугольника, у которого остальные сложности небольшие, да? То есть перейман с когнитивной сложностью 7 и социальной и поведенческой сложностью 1, очень хороший для журналистов повод для сплетен, но для экономики, для кораблестроения и других вещей, к сожалению, мало эффективен. Можно следующее? И мы даже в свое время придумали такую шутку, как тратка по монолитике. Когда очень часто нам говорили, что двоечник или троечник, выйдя из школы, стал крупным бизнесменом, мы говорим, что, ну, конечно, потому что вы же оценивали только его абстрактное складывание цифр или знание геометрии. А здесь-то понадобились навыки социализации, бизнеса и так далее. Поэтому мы, безусловно, говорим, что у нового человека навыки коциализации знания и деятельности должны присутствовать. И если они развиты хуже, чем его когнитивная сложность, то его зарплата и его доходы всегда будут на уровне этих навыков, а не тех, которые он знал по математике. И пусть он не переживает. Следующая, если можно. Да, вообще, если позволите, индустриальная личность, она очень одна. Этот человек готов только к определенному климату, к определенной ситуации с жестким планом. Этот человек, несмотря на то, что он тяжеловат для строительства, он готов по всему к дальнему бою, к ближнему, к среднему, у него есть внедорожный транспорт. Самый главный мой любимый анекдот, если вы посмотрите, да, значит, ну, так сказать, намек на такую нагрузку. Знаете, как звучит, допустим, на языке, да? Налево поедешь – трифилей получишь. Направо поедешь – трифилей получишь. Прямо поедешь – трифилей получишь. И давай быстрее, а то прямо здесь получишь. Да? Вот. Это очень похоже на… Вот этот человек со сбалансированной, как бы, личностью, он подготовлен к разным случаям. Индустриальный человек не подготовлен ни к чему. Он подготовлен ехать на поезде в одном направлении. Следующая история, если можно. Крупнейший вопрос, прежде всего, для системы образования – речь идет об информационной безграмотности. Тяжелейший, который достигает, там, 95% населения. Еще не только у нас. Обама в 2000 году подписал такой документ об информационной, там, безграмотности в Америке и так далее, и так далее. И здесь видно, что алфавитная грамотность – это только один из семи пунктов. И этим не занимается никто очень. Ни нашим национальным приоритетом, ни новым возможностям для бизнеса. Ну, скажем так. Этим уже занимаемся вот как раз те самые социальные группы и отдельные бизнесы, которые взяли на себя ответственность. Но, в принципе, это огромное поле. Одного его хватило бы для деятельности на ближайшие несколько лет. Ну, например, вы мне сказали, что визуальная грамота, и смотрите, что это такое. А вот я вам когда сейчас показываю картинки, и вроде бы они такие смешные и простые, но, в принципе, это называется визуальный язык. Да, я показываю визуальную грамматику. И, в принципе, владея ей, многие преподаватели могли бы сделать гораздо интереснее свои лекции или большие объемы информации передавать гораздо более сжато, если бы они владели визуальной грамотностью. 96% ожидает, что там 96% интернета контента в интернете, который создается, будет создаваться в визуальном формате. Все меньше в текстовом. Это очень важно. Медиаграмотно. Все это можно было бы найти любому преподавателю, если бы он работал с визером. Если бы он мог бы работать с картинками. Минимально фотошип, шипшип для отрезок и так далее. Но это не считается неграмотностью. Сетевая грамотность. Когда меня спрашивают, Сергей, а где вы все машины? Вот я делал концепцию кроветой охраны водного региона, и у меня в папке 7000 файлов. А я, когда обычно просматриваю, я обычно 10 к 1 отбираю. То есть я просматривал порядка 7000 файлов. Где ты все берешь? Я говорю, здесь ты там происходить не умеешь. Здесь такие кладези информации, беспрецедентные, их никогда не могло быть. И они доступны вдоль секунды. Но если ты этим не владеешь, если ты не можешь переходить с одного сервера на другой, искать ключевые словами, все, ты меня там. Ну, конкретная грамотность. Просто молча. Поиск, переработка информации. Когда меня сейчас спрашивают, Сергей, а вот там правда написали, что там кто-то кого-то съел? Я говорю, какая разница? Ты пойми. Но информации столько, что ты ее перерабатывать не умеешь, пока я тебя не научу перерабатывать информацию. А на тебя любая совета, ты постоянно кричишь, а где верифицированная? А почему мне ее не дали? Ну, скажем так. Людям из системы образования точно никто не обязан учредовать. Они лидеры переработки информации. Ну, про межкультурную грамотность я молчу, подразумевая, например, что мы столкнулись с тем, что конструкторы, работающие в конструкторском бюро, инженеры, и инженеры, работающие в массовом производстве, которые потом их продукцию производят, друг от друга дальше по культуре, чем конструкторы одной кидали. То есть это вообще непримиримые враги. Те, кто делают уникальную вещь, и те, кому потраты вводить массовое производство. Но поскольку про межкультурную грамотность никто не говорит, то есть они плохие, они невоспитанные, у нас не хватило денег и на зарплаты. Вот это вот отсутствие межкультурной грамотности компенсируется разговорами о финансовой мотивации и другие трупости. Окей, итак, как бы, огромная задача, которая, ну, все так, если система образования за нее не возьмется, то мы прощаемся с системой образования. Потому что общество все равно не будет решать. Система образования или нет. Следующее, если можно. Наконец, про мульти разумную систему. Так, что в шестом техноукладе, поскольку все сетевое, то система образования здесь, а человек здесь, такое больше не позволит. Образование растеклось среди людей, среди сообществ. Можно следующую, если можно? Окей, да. Знаете, я обычно спрашиваю, говорит, Сергей, а там, не знаю, а где находится система образования? Скажи, я говорю, в какой точке тела у вас душа находится? Он говорит, ну как, она же у меня, ну или совесть. Он говорит, ну как, она же вот тут везде? Я говорю, так вот, образование везде, скажем так, ситуация, при которой образование будет так четко выделено в определенные здания, в определенные бюджеты и так далее, вряд ли осуществимо в новом мире. Вряд ли. Это пережиток индустриального, как бы, мира, который будет стремительно, просто стремительно меняться, независимо от желания. Следующее, если можно. Я позволил себе буквально вот в нескольких фразах, ну например, знание сообщества. А, когда я вот хотел в самом начале, но не успел, я так быстро болтаю. Я хотел сказать, что все, что я показываю, не имеет в будущем никакого отношения. Потому что это чистое и настоящее. И вот про каждую вещь, которую я здесь сказал, у меня там Сергей, пример из России или пример хотя бы из Европы. Я обязан вам тут же ответить. Так? Можете разобрать. Итак, как только знание моего пространства сообщества. Ну простая вещь, ну например, когда мы сталкиваемся в школе. У меня два сына в школе. Когда мы сталкиваемся с вопросом там по экономике или еще что-то. Я говорю, ну пригласите меня там на час или на два. Можете даже к детям родителей добавить. Я прочитаю. А у другого человека своя компания политик. Когда он рассказывает про информатику, ну а чего жаловаться на отсутствие хорошего произведения по информатике, если у вас в сообществе невероятные компетенции. Только картографируйте их и сообращайтесь. Здесь лакуна, здесь пусто. Этого человека надо нанять. А здесь у вас такой избыток. Перестайте тратить на это деньги. Пригласите человека. Да? Следующий. Ой, вы не представляете. Да. Личный советник или дизайнер. Ну то, что вы там. Семейные знания в экологии. У меня даже слово экология. Да, потому что... Что такое знания в экологии я выяснил в 32 года. У меня родился сын, ему неделя. Я занимаюсь стратегиями крупных корпораций, супругу продажами в крупных корпорациях. А ему надо поставить клизму семидневного. И мы стоим в их. Да? Знания в лакуна у нас. Не экологично. У нас не хватает для целостности очень много. Да? Следующее, если можно. По бренд-фитнесу. Вот мы в компании ввели такую услугу, как бренд-фитнес. Потому что попытки, там, лекции, что-то, бизнес вообще не отдаст. Мы говорим, о, бренд-фитнес. И я писал, что я говорю, вы чем бомбов зарабатываете? Он говорит, ну как, типа башкой. Я говорю, а качаете бицепс? В минимум два раза в месяц. На тренировку. В минимум. А то у вас та мышца, из которой вы деньги зарабатываете, не качается. Пока не придумали им бренд-фитнес, не могли ничего им продать. Да? Может на следующее? Да. Почему фитнес? Просто на секундочку. Ну, конечно же, у вас у каждого собственные когнитивные возможности. И специалист, кто это знает, он достаточно, работая с вами, как тренер, как каучер, может вам подсказать, объяснить, дать какие-то приемы, как вы лучше справляетесь с каким-то вещами. Вот еще раз говорю, я для себя, например, выяснил, что у меня вход информации визуальный, а выход там идеальный, а не визуально-кинестетический. И как только я перестал писать статьи, а начал их надиктовывать, у меня в пять раз повысилась скорость, и меня почти не редактируют, когда я надиктовываю. Но когда я пишу, меня редактируют как сумасшедший. Но я много тренируюсь, я себя знаю. Коучер бы подсказал человеку. То есть это может, опять же, сильно облегчить жизнь при обучении. Следующая история. Конструкция знаний в их пространстве, маршрутов. Но то, что вот, я так понимаю, раньше назывался металлист или разработчик дидактических материалов, или целых курсов и направлений. Ну, фактически, мы сейчас компаниям пытались предложить эту услугу, но они настолько сумасшедшие. Вы переходите на новый тип продукции, если хотели бы перейти. Давайте с вероятностью восемьдесят пять процентов я вам спроектирую, каких знаний вам не хватает или они вам понадобятся, и где их можно достать, если вы хотите туда перейти. Он говорит, как это, мы же ее еще не начали делать. Или для этого надо купить другую компанию. Я говорю, нет, ну в принципе, можете купить для этого другую компанию. Но мы выбором спроектировать этот маршрут перехода. Следующая история. То есть просто как уже даже название. Вам кто-то спроектирует этот маршрут, но вам до него просто надо дойти. Кто-то, кто может провести вас по этому пути, может быть гораздо более дешевле, чем тот, который спроектировал этот маршрут, может вас провести. Следующая история. Ну, например, управляющие знаниями активны, потому что у вас, как у сообщества, есть инфраструктура. У вас купили какие-то знания, или у вас купили какое-то оборудование для этих знаний и так далее. Ну, логично, что этим кто-то может лучше управлять, чем вы сами. Или вы все-таки ходите еще на работу, но не всегда это возможно сделать. Следующее. Да, ну знаниями неокр, которые почему-то сегодня пытаются делать, там, министерство или еще кто-то. Получается, у них не очень. Когда человек в школе или в институте пытается сделать, понятно, он находится в госструктуре, ему по башке действительно, ну как ты тут пытаешься химичить это. Ну, выделить это в отдельные бизнесы. Или внутри сообщества. Дайте этим странным людям потренироваться. Вдруг вам что-то понравится, захотите это распространить. Следующая история. Я для чего все это показываю просто, что это новые типы как бы деятельности. Новые типы деятельности, на которые вероятнее всего распадется тот конгломерат, который называется или средняя школа или высшая, сидит в одном здании и выполняет смешанно расплывчатые функции. Ну, наконец, самоконтроль знаменимого сообщества. Это высокая вещь, очень важная вещь, когда с помощью новых технологий люди друг другу измят лучшие практики, недовольство знаниями, дырки в каких-то программах и так далее. Обсуждают эти сами, сами находят где, когда, и в том числе чата согласовывают за какие деньги они хотят закрыть эту дырку. Окей. Следующее. Мы в прошлом году на Форсайте еще придумали такую позицию адвоката, собственно, учеников, которые контролируют с их позиций, да, то есть не самоконтроль, а контроль со стороны, такой, обеспечивает их качество. Да, конечно. Ну, под срокозой мы имеем, что он может быть и родителем, и там кто угодно, то есть это я просто там молодежь там навязал, да. Буквально два слова про высшую школу. Ну, вы говорите, для меня она перестала быть такой высшей. Там должны, то должны быть люди, кто в одиночестве забрался на вершину, куда все остальные хватает пислород залезть, да. А вот. Буквально. Ну, типа того, да. Можно следующее? Да, следующее, да. Значит, ну, первое, что я буквально, это тезисно, я прошу им сказать. Вы знаете, ну, скажите, какие функции вы выполняете, да, я вот набросал вот такие, которые я вижу, говорю, так, агрегирование информации, фильтрация информации, переработка информации, генерирование знаний, там, приобретение знаний в смысле покупка, потому что нужно уметь покупать знания, управление знанием, утилизация знания, управление знанием, верификация знания, семантический поиск. Вы что делаете? Мы в образовании. То есть, во всем самозу. То есть, вы в какой-то из этих функций лучшей стране или лучшей в Европе? Не, у меня самое большое здание. Нужно очень четко понимать, потому что у меня в агрегировании информации Google уже задавил большинство институтов в мире. На самом деле, начнется семантический поиск, семантические сети, уже многие, там, младшие научные сотрудники, которые, там, пишут, что эфират или составляют, там, какие-нибудь обзоры, будут не нужны. Это будет автоматизировано. Поэтому, ну, сконцентрируйтесь на каких-то функциях, которые, ну, скажем так, компьютер не заберет в ближайшие, как бы, десятилетия. Да? Ну, никто так не рассматривает. Все хотят кафедры, факультеты, ну, то есть, по индустриальной схеме. И как-то там конкурировать. Следующее, если можно. Ну, опять же, простая вещь. Поскольку я учился в хорошей школе, но мало картинок было, меня там по географии научили, что есть степени передела, да? Там, добыли руду, измельчили, обогатили, ну, и так далее. Ну, казалось бы, так просто. Можно следующее? Ну, если мы в экономике знаний, то мне непонятно, то есть, правильно ли я понимаю, что мы, например, находимся в переработке информации, да? И сначала это данные, информация, паттерны, что, как я считаю, высшая школа сегодня преподает. А потом это компетенция, методология, аксиология и так далее. Так вот, здесь, на самом деле, повышается только количество контекстов, да? Почему я считаю, что сегодня высшая школа преподает паттерны? Я спрашиваю студентов, а я в Миссисе преподаю, мы с Леваном создали там совместный центр. Я обычно говорю, понимаете, что вас учат конструирование в вакууме? В каком смысле? Говорит, ну, вот вы можете соединять детали машины или там самолетов? Говорит, ну, и все. Говорит, да надо что. А нужно соединять детали самолета от разных поставщиков, зная себестоимость и у кого это есть, в ситуации падающего рынка, в ситуации, заходящих китайцев на этот рынок, и молодежь не хочет идти в конструкторах. Вы в этой ситуации можете конструировать? Нет, нет, нет. Мы занимаемся конструированием в вакууме. Отлично. А бизнесу в лучшем случае нужно преподаваться. На самом деле, ну, давно пора иметь методологию, то есть возможность использовать компетенции одной отрасли, другой отрасли. Когда может быть метаконструкторское бюро, которое работает не только там в авиастроении, но может и корабль после этого шрыть. Так? Так вот, разрыв как минимум в две степени переработки. Как минимум в две степени переработки. Но поскольку высшая школа занимается просто знанием, я вообще говорю, при мне слово знание не употребляется, это литературное название. Объясните мне, чем вы занимаетесь, какая степень передела, какие технологии вы поменяете, что происходит на выход. Следующая статья. Вот это буквально недавно я смеял до такой наглости, что, безусловно, наверное, если в университете нет кафедры мышления, и тут до меня дошло, это буквально просто недавно, потому что я сейчас как раз лекции на мышление читал. Я понял, зачем кафедры философии университета. Наверное, предполагалось, что они называют мышление. Но уже когда я там учился, мне что-то произвело на что-то еще. Я в таком шоке. Вот. Мы говорим о том, что есть сегодня просто как в технологии прописано. Причем я отвечаю это, потому что, ну я работаю с документами для американских военных, для разведчиков, то есть для аналитиков разведки. Когда? Как проверяется информация, как она перерабатывается? То есть у критического мышления есть как минимум 35 параметров, по которым ты проверяешь, это технология критического мышления. Есть система мышления, эго-система, онкологическое мышление, есть когнитивные критеросудки, есть коэффективное мышление. И у всего этого есть технологии. Высшее образование, которое работает с мозгом. Поэтому вот, так сказать, беру на себя смелость сказать, что в современном университете кафедра мышления, вот как базовая, как у танкового военного училища танкодром. То есть если танкисты из танков не стреляют, то они, наверное, не танкисты. Ну, тем не менее. Следующая история. Когда она говорит, Сергей, вот что будет точно делать? Старайтесь все свои знания перевести в софт. Почему? Потому что он лежит на складе, он не партится, не пахнет, его оттуда в любой момент можно взять и куда угодно передать. Это может быть с вашим портретом, вы можете даже в химической лаборатории иметь ее виртуальную. Вы можете это делать. Почему? Вы доступны половине мира. Можно следующую историю? На самом деле веб 2.0 и появляющийся веб 3.0 в этих сетях, вот эта вот компания Facebook стоит сейчас 100 миллиардов долларов, не из-за того, что там дети размещают свои фотографии, а из-за того, что 600 миллионов человек туда заходят каждый день. Поэтому любой товар, любая услуга там расположенная, в этот один магазин каждый день заходят 600 миллионов покупателей. Сейчас там уже во всех этих сетях миллиард человек сконцентрированы. Поэтому, если ваш продукт, знание сделан в виде софта и еще, не дай бог, на английском, или вообще, благодаря визуальному языку без необходимости языка, у вас вероятность миллиард покупателей. Я просто вот, когда был в Новосибирске, там какой-то преподаватель сказал что-то, знаете, я преподаю математику, ну там, в Новосибирске анантисы там 10 человек, ну там, 120. Ну я никогда не заработаю людей. Я говорю, вы понимаете, я работал в телевидении, в том числе на московских телеканалах. И так есть такое понятие, как Гросс Рейтинг Форекс. Это рейтинг, за что реклама платит. И в Москве начинают платить, если у вас 300 тысяч человек в минуту находятся на вашей программе. Так вот, при 12 миллионах жителей в Москве 300 тысяч в минуту при переключении пульта находятся на сером экране. То есть вот когда у вас, шшшш, вас смотрят 300 тысяч человек, рекламу можно продавать. Так вот, если вы находитесь в магазине, где болтается миллиард человек, то 10-15 тысяч человек, вы представляете, что это от миллиарда. Это случается. Он споткнулся и нажал на вашу программу. Хотел купить эту, и промахнулся пальцем и купил вашу. В продажах это называется impulse buying. То есть вот вы когда подходите к кассе, там обычно конфетки, шоколадки, вот все, что вы не собирались купить, но поскольку вы уже много накупили, ну что ж, 20 рублей надо не потратить, или 30 там, или 100, и вы покупаете. Так вот все эти вещи находятся на том плане. То есть ваша лекция может стоить там 5 долларов или 10, да? Ну и если ее купит тысяча человек, так вот я сказал, я уверен, что если вы хорошо преобразовете математику, в мире, в каждом институте есть 10 тысяч человек, которые посмотрели по вашему, но вы ее никуда не выложили. Вы требуете, чтобы к вам пришли в эту аудиторию на 5 этаж вашего института, именно в Новосибирске, именно в это время. Ну, в Батниковой лице, вы будете вероятности такие, которые мы не можем вам предоставить. Да? И абсолютно не задействуете новую экономику. Можно следующее? Я понимаю, что у Томин, я сейчас сворачиваюсь, я сворачиваюсь. Здесь есть у меня такие вопросы, такие, а как же люди будут узнавать, какую профессию им выбирать? Я говорю, знаете, у меня супруг, когда, там, для новорожденного сына второго уже выбирала, это, молоко, для того, чтобы искусственное питание. Значит, последнее, что она спрашивала, это врачей или еще кого-то. Быстренько в блоке, когда у двухсот или у трехсот мам, она сказала, что вот это точно не вызывает аллергии, вот это точно делал, она сказала, окей, вот это поди купи. Так вот, да, там, самые горячие профессии места, самые актуальные профессии места, лучше обучайся. Прогноз горячих профессий на следующий год. Конечно же, альтернативные инсайты, которые говорят, что это мейнстрим, а настоящие маргиналы учат квантовую физику. Да, супер. Но это другой мир. Ему придется, то есть, вот, понимаете, для меня очень важно говорить, Сергей, когда мне говорит, как будет выглядеть будущее, я говорю, посмотрите на то, где вы сейчас работаете. Он говорит, да, вот оно так точно не будет выглядеть. Вот я вам одно обещаю, вот все, что вы сейчас видите, должно пропасть. Это вот точно не будет, уберите это с собой, оно, оно с вами не пойдет. Следующее, если можно, да, это все еще и для бизнеса, то есть, когда мне эти врачи говорят, а что вот если мне уйти из университета или из школы. Я говорю, ну, понимаешь, в некотором возрасте это уже проблематично, хотя есть дети, там, внуки, родственники и так далее. Но это все, ну поймите, если я сделаю сайт, где в том числе будет верификация данных или где будет выставляться рейтинг там профессий, ну, конечно же, я найму профессора из университета. Ну, потому что иначе бренд моего сайта будет, и родители не придут на него. Смотрите, если у меня хотя бы там пять профессоров, и говорят, что профессор такой-то сертифицировал это, это он составлял рейтинг, да? То есть, безусловно, невозможно сделать так, чтобы людей куда-то выбросить, а потом из них откуда-то что-то появилось, да? Но вопрос, что нужно планировать, как и кому, куда перемещаться. Следующая история, если можно. Ну, семантические библиотеки, я про них обычно говорю мало, хотя это самое важное, что будет, да? То есть сейчас Евросоюз тратит огромные деньги, американцы тратят огромные деньги, когда фактически это поиск как поиск человека, поиск по контекстам, не по словам, а по контекстам. Огромные средства на это влияются, пока, слава богу, ничего не получается, я сейчас так как сумасшедший, потому что это нам дает возможность и догнать его, и мы сами над этим работаем, ведь тут семантики системы именно из-за этого называются. Но это будет большой прорыв, и фактически это, ну скажем так, это возможность ходить по вашим знаниям, гораздо легче и гораздо сделать их доступным. Да, поэтому по-хорошему, конечно, это должны сделать университеты. Это полное стирание границ между компьютером и человеком, в этом смысле еще? Ну и даже в следующем между компьютером и компьютером, между компьютером и телефоном, там и так далее. Но смысл в том, что для этого нужны тезаурусы и таксономия, потому что семантика невозможна, если вы не делаете тезаурусы разных знаний наук и таксономии. И это, по идее, задача высшего образования, но она пока скромно об этом и молча. Можно следующую историю? Да. Ну, безусловно, то, что я тут показываю, я обычно извиняюсь, если у меня больше двух-трех слов на слайде, я начинаю извиняться. Потому что столь медленные технологии передачи данных уже больше не терпят, поэтому просто извините, у меня тут там, типа, пять слов. Это я просто очень плохо думал, я не успевал, поэтому пять слов мне пришлось применить. Тотальная визуализация. К сожалению, некоторые думают, что это взял и просто слова перевел в картинке. Нет, это получится такой же хаос. Но, поскольку сейчас огромный уже опыт накоплен в 3D, в анимации, в режиссуе телевизионной и так далее, и в эмоциональном показывании информации, а именно так хороший преподатель передает, как вы знаете, то тотальная визуализация – это тоже огромное направление, которым или займется высшая школа, или за нее займется бизнес, и тогда, да, так сказать, кто-то останется без работы. Следующая история. Опять же, мне обычно, Сергей, ты не назвал, какие бизнес-возможные, если вы мне скажете, но мы вроде не бизнесмены. Но мы же говорили про коммерциализацию своих знаний, да? Поэтому мы говорим там – компания, управляющая знаниями. Поверьте, я считаю, что многим университетам неплохо было бы нанять компанию, управляющую знанием. Потому что я, если я спрошу, сколько знаний вы сгенерировали там в прошлом месяце, или сколько знаний вам надо утилизировать, они устояли, а они у вас занимают мозги и преподаватели, и студенты, и так далее. Если я вас спрошу, сколько знаний вы передали, какие знания у вас редко используются в университете, а какие чаще используются, мне никто на этот вопрос не ответит. Вот если я спрошу про туалеты, про лампочки, про двери или лифты, мне скажут до копейки. Если я спрошу про знания, ну, Сергей, это же святое. А святое мы не считаем. Так вот, управление знаниями нужно прежде всего в высшей школе. А уж в корпорациях я молчу. Многие корпорации не знают, что те знания, которые они генерируют, дороже, чем продукцию, которую они собрали. Но тем не менее. Порталы и агрегаторы информации, лаборатория визуализации знаний. Вот это, по идее, могло бы при всех университетах появиться. Причем, у вас тоже есть студенты, которые с этим работают. Но никто никак не может соединить студента со знаниями с университетом. Ну, мы работаем над этим. Я надеюсь, это получится. Рейтинг – это агенция знанийовых порталов. Картографируем знанийовых лакун. Важная вещь. Знания и картольческие бюро. Частично, я как бы сказал обыдку, очень часто сегодня компаниям приходится переходить на новый рынок. Или у них произошла конвергенция отраслей. Взял фотоаппарат, попал в телефон. И фотоаппарат не покупается. А вы никогда не делали и фотоаппарат, или телефон. Конечно, кто-то должен вам очень быстро дать прогноз, какие типа знания вам понадобятся, какие компетенции. Возможно, даже заранее начать переподготовить людей, или закупать специалистов. Но кто-то тогда должен конструировать. Уметь конструировать это знание. Следующее. Сейчас уже. А, все. Все закончилось неожиданно. Вдруг внезапно. Я говорил, что это бесцелевая стратегия. Наверное, это не совсем может быть то, что там как бы хотелось. Я не сказал какие-то специальности. Да? Но я отвечаю за то, что это настоящее. По каким-то пунктам, которые кажутся фантастическими, я могу, если захотите, привести пример, что это уже Россия. Вы, Сергей, слишком нас недооцениваете. Профессия. Я просто помню. Профессия. Я не одна профессия. Ну, вот вы очень хорошо угадали тот императив, который мы хотим обсуждать здесь. В этом смысле для нас это не радикально, это часть нашей повестки. Спасибо большое. Мне повезло. Значит, я без синяков обсудую. Спасибо большое. Можно на то, что я понимаю, я хочу все-таки перевести это на более образовательные, так сказать, линии. И поэтому в этом контексте я бы хотела такой вопрос задать. Вы говорили много очень интересного о качествах личности, о целостности человеческой личности. И в связи с этим все-таки ваше видение. Какие базовые качества личности вы бы могли перечислить, которые обеспечивают вот эту целостность личности? Вот ваше видение. Что это за базовые качества? Спасибо большое. Да. Ну, первое, как я уже сказал, вот, как бы, готовность к неопределенности. То есть, ну, простая вещь, я вам скажу, то есть, задача, у которой есть один ответ, и он всем известен, он находится в конце учебника, невозможно. Это, как бы, губительная история. Да. То есть, только неопределенные ответы. Проекты или задания на многообразие ответов. Я, наше прощение, вспоминаю, в том, что я закончился военный училище, а что там не закончится? Это очень приятно науковое качество. Сейчас. Я имею в виду, что я вспоминаю, что там на втором курсе военного училища я решил какую-то интеграцию, и ответ не сошелся с тем, который был. И мне преподаватель военного училища сказал, Сергей. Что-то твой ответ не совпадает, я не могу понять, зачем. Но ты решил так красиво, что опять, я на следующий день, мне ночью пояснилась ошибка. Мне пояснилась, как бы ошибка. Но человек, ему было важно не то, что я попал в правильный ответ, а то, что моя мысль шла, ему понравилось, как она шла, да, и он позволил мне... Ваши индивидуальные варианты решения. И так далее. Да. То есть вот как ведется. Конечно же коммуникативность, то есть возможность находить совместное решение, потому что я вот сейчас, возвращаясь со своих лекций, вот я сейчас поеду в Красноярск с ректорами встречаться. Я русским интеллектуалам постоянно говорю, перестаньте кичиться со своей способностью любого послать нас. И с любым не согласиться. Понимаете, в одиночку можно построить только шлюпку, а вернуться стоит пятьдесят тысяч человек. Нужно течиться умением договариваться. Приходить к консенсусному сложному решению. Поэтому вот это буквально, ну как бы с детства, он может не сдать внимание, но если он не понимает, что он не может в одиночку сделать ничего и не умеет выстраивать отношения, пусть он допустил ошибки в счете, калькулятор это решит. Пусть он еще говорит, ну вообще, то есть, понимаете, когда мы генерируем законы, после которых там миллион пенсионеров выходят на улицу, потому что они не согласны. Почему? То есть ты писал и предполагал, что пенсионеры будет по-другому. Ну почему? Ну он же один живет в этой жизни. Зачем ему знать, что делает с другим? Вот. И, да, следующая вещь, ну вот вы спросили про личность, мы сказали, вот я сейчас читаю курс для лидеров специально, и я утверждаю, что лидер – это человек с очень сложной личностью. В каком смысле сложной? Там огромное количество социальных ролей пересекается. Он потому способен управлять многими, что в нем есть отражение этих многих социальных ролей и позиций. Поэтому, скажем так, чем сложнее личность, тем сложнее проект она может совершить. Ну, не знаю, наверное, там общая ответа. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Сергей, у меня частный вопрос. Я понимаю значимость тотальной визуализации, но как при этом учитывать, что не у всех ведущая модальность визуальная? Есть ли аудиальная, киноэстетическая? Что надо всех переводить на визуальную? Ну, во-первых, кончать с визуальным. Это я должен наконец-то отомстить тем, кто меня учил. Аудиальным. Я же должен, так сказать. Нет, ну смотрите, здесь ситуация какая, что у людей со всеми входами и выходами все равно 95% информации мы снимаем визуал. Плюс к этому 95% информации мы снимаем подсознание. Вам так часто удается с картинок так быстро снять информацию, потому что ваше верхнее мышление, которое очень конкретное и вербальное. Вербальное мышление, оно очень конкретно, но очень медленно. Поэтому, когда вы научились водить машину или что-то научились делать, вы почти в этом идете. Попробуйте задуматься. У вас тут же скорость поднижается. Поэтому это для повышения скорости обработки нужно. Это не повлияет. И плюс к этому, вот как в МИИ есть 20% левшей, по-моему австралийская там вот женщина, профессор, она возглавляет сейчас это движение в МИИ. Короче 30% людей, они вообще-то вызваны пространственно-визуальное мышление. Это обычно дети, у которых в малых классах и в школе там достаточно плохо, а потом они становятся какими-то большими конструкторами. у них нет. Потому что тут все линейно и не пространственно. Поэтому таких людей 30% вообще. Да. Вообще 30%. И они обычно часто обличают за креативное мышление. Думаю, ну как же им тяжело пробраться, особенно через школу, где схоластически, последовательно разбивание на части. Для них нет ничего страшнее, чем разбивание на части. Я, честно говоря, закончил школу с двойками по диктанту. Попал в университет и получал только пятерки. Мне объяснили, мне один раз объяснили, что такое правило РУСК в целом. Потому что когда мне показали 300 правил раздельно, я запутался на трицах. Я сказал, все, это катастрофа. Это катастрофа. Вот. Поэтому человек 95% информации снимает глазами и снимает потормательно. Это позволяет быстро их переработать. На самом деле, может быть, еще один вопрос. И поскольку Сергея надо отпускать, ему надо ехать в аэропорт, если мы не успеваем. Я вернусь. Спасибо большое. Но не. Вопрос. Если у вас не было ваше мнение, а вот там и проще такое военное понимание, вы думаете, что вы где-то в нашем понимании, это для того, чтобы вы не помогите? Нет. А как же? Во-первых, как человек, который закончил военное училище, могу вам сказать то, что настоящий командир не такой, не бумажный. На войне сразу, если он бумажный командир с приказами, на войне или в любом месте сразу получает пулю в спину. Просто. Не вопрос. То есть, настоящий командир – это только влияние, только влияние, только авторитет – это первое. А второе, если говорить про лидеры, поскольку я сейчас читаю, и я наставил фундаментальный курс лидерства, ну то есть со всеми технологиями, то я выделяю три функции, которые обязаны решать лидер. Первое – это переработка неопределенности в цели. И поэтому мышление и концептуализация – это единственный человек, который не имеет права ни у кого спросить, что делать. Он знает, что делать, и к нему обращается с вопросом, что делать. Какая бы ни была неопределенность. Второй пункт – он умеет эти свои цели сделать общими целями. Когда эти люди говорят – да, это моя цель тоже, и я готов с тобой ее выполнять. И если он это не может сделать, то он не лидер. Поэтому, когда выглядит командир, я понимаю, что в условие того, кто приказы отдает – да проси, хоть обудавайся, приказы. Ты свободен, говорит, да. И, наконец, третья часть – он еще как, фактически как лобсман, эту команду к этой цели должен провести, потому что по пути ее ждет много проблем. То есть управление переменами – это третья функция лидера. Вот только если он третьей функции выполняет, он лидер. Да, но я обычно говорю, как вы знаете лидера? Я говорю, обычно за ним толпа последствий. Он говорит, а если лидер идет один, я говорю, это человек, который сдал все зачеты по лидерству. Но лидерам он не играет. Что это такое? Спасибо. А в общем-то, если вы не можете сказать, не позволить. Тогда такой вопрос. Он видит, что в России как раз этот лидер получает первую пуль в голову. Если лидер боится получить пуль в голову, не надо называться этим словом. Спасибо. Не надо это. То есть видео, в которых болится трудности или смерти, просто не соответствует пониманию должности. Коллеги, есть предложение на это? Да. Спасибо.